У меня есть друг. Он работает в сфере информационных технологий. Должность и зарплата отличные. Он руководит отделом разработки баз данных и аналитических систем. Высшее образование, семь пядей во лбу, красный диплом, но коллеги его недолюбливают. Слишком наш Сергей Владимирович закрытый тип, которому на хромой козе просто так не подъедешь. На собеседованиях часто занудствует, заваливает новых кандидатов на должность с вопросами, к отчетам придирается, на корпоративные вечеринки с нами не ходит. Вот наше дело и составляет костяк людей с самой железобетонной нервной системой. Уж не знаю, чем я ему так приглянулся, но я единственное в отделе, с кем он может поговорить за жизнь. И я один могу называть его Серегой. И вот как-то после работы мы с Серегой пошли выпить по бокалу пива. Благобар находился на цокольном этаже нашего офисного здания. У босса был очень мрачный вид. Думаю, но захочет, сам расскажет, что с ним. Не буду с расспросами лезть. Оказывается, мой друг понял, что у него все в жизни есть. Машина солидная, телефон последней модели. Ипотеку выплатил и живет в отдельной квартире. Маме в Таганроге помогает. Но в жизни каждого успешного мужика наступает момент, когда задумываешься о смысле бытия. Вот и он начал тревожиться об одинокой старости в элитном доме престарелых. Ведь ни жены, ни детей у моего начальника никогда не было. Так уж вышло, что отдел наш исключительно мужской. Да и специфика работы такая. Из женского пола только уборщица баба Таня. Как она любит себя величать, топ-менеджер клиринговой службы Татьяна Михайловна. Но так, к сожалению или к счастью, давно пересекла порог репродуктивного возраста. Сереге знакомиться негде и не с кем. Вот и топит горе наш шив в бокале нефильтрованного светлого. Ты же наш мозг, говорю я ему, что-то придумаешь. На следующий день мой начальник вызвал меня в кабинет. Я его обнаружил ходящим кругами по офису. Серега явно нервничал. Красные глаза выдавали, что он спал максимум час за всю ночь. Очень хотелось узнать результаты его бессонной ночи. Знаете, что придумал? Я не побоюсь этого слова, придурок. Он своим аналитическим мозгом разработал алгоритм знакомства с девушкой. На сайте по поиску работы он создал вакансию, забил все необходимые требования к кандидатке. Естественно, что вакансия была липовой. Но Серега отказывался слушать мои возражения. Для него это был гениальный способ провести кастинг, не вставая с рабочего кресла, для двухсот претенденток на его руку и двушку со всеми удобствами. Шеф утверждал, что если он встретит ту самую, то он сразу это почувствует. Я не стал говорить ему о возможных последствиях, что девушка узнает, что это обман, и Сереге может не поздоровиться. Я похохотал, пожелал ему удачи и через пару дней отправился на море в заслуженный отпуск. Каково же было мое удивление, когда вернувшись, я узнал, что наш Сергей Владимирович нашел свою любовь. И по словам секретарши Сонечки, у них все серьезно. Серегину пассию звали Виктория. Девчонка была не модельной внешности, но безумно обаятельная и умная. Она откликнулась на липовую вакансию на должность системного администратора. Вика пришла на собеседование и сразила нашего холостяка на повал. Он привык чувствовать себя на коне с мужчинами-соискателями. А здесь, под напором интеллекта и открытости Вики, окончательно растаял. Кстати, правду так и не пришлось открывать. Ради девушки босс отправился на ковер к генеральному директору. Привел все мыслимые и немыслимые доказательства, что отделу необходим еще один системный администратор. Я очень рад за моего друга. Эта история еще раз мне доказала, что нет ничего невозможного. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова